Мы сегодня в рамках седьмого форума Беларуси и России проводим третью секцию на базе Национальной Академии Наук под таким названием очень важным для наших стран подвиг советского народа основа патриотического воспитания гражданской ответственности наших людей, особенно молодежи. Очень важно, чтобы мы правдиво рассказали о тех событиях, которые позволили нам сохранить мир, при том, что сама основная часть будет проходить в режиме видеосвязи, тем не менее интерактивные различные наши площадки на улице, выставочные площадки в здании Национальной Академии. Широкая трансляция в средствах массовой информации данной работы позволит донести максимально до многих жителей не только нашей страны, но и всего мира ту объективную картину, которая была во время Великой Отечественной войны, которая позволила нам, нашему советскому народу, победить. Важно, чтобы мы передавали это наследие, и чтобы именно на этих моральных и нравственных нормах понятие патриотизма, гражданственности, понятие родины, родной, суверенной страны, мы растили наше новое поколение. Ситуация вынуждает проводить форум регионов в таком формате. Но мы живем в 21 веке, и как историк я только могу сказать, что, думаю, глаза мы увидим на больших экранах, глаза друг друга, и это не повлияет на принятие каких-то окончательных решений, на выработку тех подходов, которые должны будут сегодня выработаны. В Академии наук работают ряд выставок, и на выставках можно познакомиться с самыми современными, суперактуальными, с моей точки зрения, изданиями, которые были созданы исследователями за последние годы. Мы представляем фотовыставку «Судьбы, сложенные в треугольник». Она основана на совместном интернет-проекте Белорусского телеграфного агентства и Музее истории Великой Отечественной войны, посвященном 75-летии Великой Победы. Проект рассказывает, что писали в своих письмах солдаты с войны, и писали они о разном, то есть о трудностях военного быта, об атаках, о болезнях, о ранениях и о радости победы.